Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И вновь у нас в гостях наш уже традиционный участник программы «Открытый диалог». Прямо по сезонам мы встречаемся для того, чтобы вновь и вновь напомнить нам, всем нам, о правилах дорожного движения. Это начальник отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД РФ Люберецкая, полковник полиции Илья Атаманов. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, лето закончилось. Все считают, что летом как бы вся жизнь немножечко раз и присела, немножечко с другой стороны все расслаблены. Вот с точки зрения ГИБДД, насколько это лето в городском округе Люберца прошло спокойно или, может быть, неспокойно? Не буду нуждать статистикой, но в целом могу сказать, что аварийность осталась на прежнем уровне. Есть тревожные цифры, но они не выходят из рамок того понимания ситуации, в которой мы сейчас находимся. А простым языком. Есть пострадавшие, есть погибшие, но сегодняшнее мое присутствие в первую очередь вызвано тем, что у нас начался учебный год. Я хочу привлечь внимание телезрителей к тем простым и понятным правилам поведения на дороге, о которых, может быть, за лето кто-то немножко подзабыл. Лето проявило некоторые уже ставшие в обществе таким простым состоявшимся событием моменты. В первую очередь это средства мобильности. Я сейчас говорю в первую очередь про электросамокаты. К сожалению, половина тех происшествий, которые произошли у нас с детьми за лето, это электросамокаты. Наш любимый район, к счастью, какие-то тяжкие последствия, трагичные события обошли стороной. Но я сразу хочу привлечь внимание к этой проблеме. Вот прямо с начала нашего разговора трагическая ситуация в Истре. Я думаю, что этот ролик в интернете уже достаточно много людей посмотрели. Это не самокат, это дети, которые дошкольного возраста, которые шли по пешеходному переходу, и водитель отвлекся на грузовике и сбил обоих детей. Один, к сожалению, погиб на месте. Сразу вот эту ситуацию разбираю. Вот мне очень понравилась фраза, которую сказал министр образования Илья Михайлович. Недавно было родительское собрание в прямом эфире, большое количество участников. Вот он сказал, у нас же как менталитет. Я иду по пешеходному переходу. Все останавливаются. Да, то есть вот святая уверенность в этом. Вот мне хорошее слово говорит. Ну хорошо, он вас не пропустил. Да, его там накажут или к административной ответственности привлекут, или к уголовной. Может быть, даже он будет отбывать наказание в местах не столь отдаленных. Но вам-то здоровье и жизнь кто вернет? Поэтому в правилах дорожного движения есть пункт 4.1. Подошел к пешеходному переходу, убедись, что тебя пропускают. Налево, направо. И после этого только начинаешь переходить. Николай Александрович, я знаю, что вы тоже участник дорожного движения. И вы каждый день с двух сторон баррикады бываете. И вы понимаете, о чем я сейчас говорю. И я ровно об этом хочу сейчас сказать, в первую очередь, родителям. Потому что взрослые люди – это их не ответственность. Но ответственность – это их ответственность. И они должны привлечь внимание детей и выработать эту модель поведения именно у своих детей. На всю жизнь причем выработать. На всю жизнь, да. Вот сейчас же как детей учат? Подошел к пешеходному переходу. Как раньше было? Посмотрел налево, подошел на переверну, посмотрел направо. Сейчас не так. Сейчас новая методика. Подошел налево, посмотрел, убедился. Сразу посмотрел направо, убедился. Только после этого переходишь пешеходный переход или дорогу в том месте, которая позволяет по правилам дорожного движения. Я повторяю прописные истины. Мало того, что убедиться. То есть надо визуально оценить, как я говорил здесь уже в эфире, в идеале вообще найти, сейчас это зимой будет тяжелее сделать, но пока еще время суток позволяет, идеально найти глазами водителя, увидеть, что он тебя видит, что он не в телефоне, что его медленная машина – это не причина того, что он набивает WhatsApp или SMS-ку, что он действительно замедлил движение, едет медленно, потому что он пропускает тебя. Убедиться визуально, что машина действительно, водитель тебя видит, или лучше всего восстановился, как с левой стороны движения, так и с правой стороны, только после этого переходить дорогу. Это прописная истина. И, к сожалению, повторяю слова Ильи Михайловича, вам-то кто потом это здоровье? Да, никто. Поэтому и правила дорожного движения, и жизненный опыт, и сложившийся практик говорит о том, что пешеходный переход и взрослые, и самое главное – научить детей, должны переходить только так и никак иначе. Возвращаясь к теме самокатов, электросамокатов. У нас в начале года был эпизод, и я на нем заострял внимание, когда на электросамокатах ребенок, на электросамокате, переезжал вот сходу на большой скорости, переезжал пешеходный переход на северной стороне города. Соответственно, водитель не успел отреагировать, потому что он просто не успел отреагировать. Как пуля летел, наверное, да. Быстренько. Быстренько, да. То есть это была скорость быстро бегущего человека. Соответственно, водитель не смог принять вовремя решение об остановке. Было небольшое столкновение, слава богу, тяжких последствий не наступило. Тем не менее, возвращаясь к трагическим событиям, слава богу, произошедшим не в нашем районе. В Ногинске, мальчик, в СНТ, тоже, их там было несколько человек. Ну вот мы же все были дети. Я сейчас больше обращаюсь к родителям. Надо понимать, что ребенок, выезжающий на электросамокате, не в состоянии до конца оценить ту опасность, которая его на дороге подстерегает. Произошла страшная трагедия. Он столкнулся на Т-образном перекрестке, и водитель пытался проскочить, и ребенок пытался проскочить. Они оба друг друга заметили в самый последний момент. И он, причем он даже, он стукнулся в боковую часть машины, ребенок на самокате. Он просто настолько сильно и неудачно было соприкосновение, что, к сожалению, он погиб прямо на месте. Поэтому мы не можем запретить и не должны запрещать, потому что прогресс, он двигается, и использование всех этих мобильных устройств, устройств, они будут и дальше продолжаться. Но детям надо настойчиво каждый день рассказывать о том, как ими надо пользоваться. Продолжая дальше тему, началась школа. Три составляющие успеха. Первое. Начальные классы. Вот, если честно, и взрослым. Они же взрослые дети. Ну да. Это тоже не мешает. Да, лишний раз. Разница, что это надо не взять за ручку и провести, а может быть, просто проговорить, а как ты будешь идти? Так же, как мы здесь говорили, дать обратную связь. Научи меня идти в школу так, чтобы это было безопасно. Пусть он своего, там, маму или папу научит. Ну, то есть, какой-то диалог наладить. Так вот, с детьми начальных классов, первое, пройти этот маршрут безопасный. Второе, напомнить элементарные правила дорожного движения, в том числе то, о чем мы здесь сегодня говорили. Как переходить пешеходный переход, как переходить дорогу, где нет пешеходного перехода, как ездить на том же велосипеде. Я уже не говорю о том, что, в принципе, на велосипеде ребенок может только с 14 лет появляться на проезжей части и передвигаться. Он должен только по краю проезжей части. И не как вот, как у нас ездят развозчики ПИЦ по центру дороги. Да, в раз, где-то из-за уха тут появляется и проезжает. И вот такой весь на земле. Работа с ними продолжается активно, но это еще вот культура, езды на велосипедах у нас, к сожалению, это еще то, что предстоит нам всем. Так вот, и третье, самое главное, это личным примером каждый день показывать о том, как это должно быть. Только так и не иначе. Да, поэтому вот еще раз, три составляющие успеха. Пройти маршрут с ребенком. Понятно, что вот там самых маленьких родителей будут водить, возить в школу, провозить это сейчас отдельно остановимся, проговорить правила дорожного движения, те, которые вот каждодневно касаются и сохранят жизнь и здоровье этому ребенку. И третье, это вот личный пример. Вроде все понятно, но вот надо найти эти там 5 минут, 10 минут, 20 минут на дорогу, но это время надо потратить, чтобы быть спокойным и знать, что действительно вы, как взрослый, как родитель, вы это все сделали. Я хочу сказать, вот опять же, трагедия в Истре. Дети были маленькие, а родители потом только вдогонку дошли до этого места происшествия. Хотя вот здравый смысл и опыт говорит о том, что все-таки в городской черте таких маленьких детей еще рано отпускать. Самостоятельно, да. Потому что они, к сожалению, не в состоянии пока оценить ту опасность, которая может их вот в этой простой ситуации подстерегать. Водитель просто отвлекся, он просто отъехал и не видел. У нас эти ситуации, к сожалению, в нашем районе регулярно тоже встречаются. Я не буду сейчас эти случаи описывать, потому что это вот, это уже все сказано. Ну, давайте тогда назовем еще, коль мы говорим о пешеходах, то многие пешеходы, перебегая где угодно, не думая о себе, и, кстати, не думая, потому что он-то может перебежать, например, а водитель может резко свернуть, и может получиться авария без участия этого пешехода, но спровоцированная им. Какие есть наказания, штрафы для пешеходов сегодня, существуют ли они? Потому что есть такое четкое ощущение, что, ну, скажем так, некоторые сотрудники ГИБДД, ну, не буду говорить слово «прощают», но не обращают иногда на это внимание, а работают в основном с водителями. Я вас очень огорчу. Да. Цифра очень серьезная, даже вот, чтобы даже не огорчать наших телеслушателей, причем я даже уверен, что некоторые люди, которые смотрят этот эфир, они вспомнят ту ситуацию, когда инспектор к ним подошел и рассказал о их нарушении и привлек административное ответственность. Они еще и удивились, наверное, думают, а за что? Разные ситуации в большинстве своем люди понимают, соглашаются, хотя вот бывает и откровенное противостояние, с которым мы знаем, как работать, и даже, будем говорить, в целом установка даже не наказать, просто привлечь внимание пешехода к тому, что он нарушает. Причем у нас, опять же, видно, что вы больше водитель, чем пешеход, причем люберецкий. Вот вы знаете, у нас пешеходы все-таки приучены к соблюдению правил дорожного движения. В целом у меня складывается такое аналитическое общее впечатление от ситуации. Когда стоит инспектор, они понимают, что не надо нарушать. Нет, ну так и любой водитель понимает, что когда инспектор, он сразу начинает, вроде бы и пристегнут, вроде и все, ну-ка, и вроде едет с правильной скоростью, но иногда психологически. Когда инспектор, они и пешеходов более интенсивно и активно притормаживают, пропускают. Так вот, да, штраф небольшой, 500 рублей. Причем, если говорить с точки зрения буквы закона, вот пункт правил 4.1, он позволяет привлечь и пешехода, который не убедился в том, что его пропустила машина. То есть это тоже административная ответственность. Поэтому 500 рублей за неправильный пешеход. Если, тут уже обращаясь к велосипедистам, если велосипедист не спешился и не перешел, это уже более суровое наказание. А если уже показался в нетрезвом состоянии, то там, соответственно, еще больше. Сейчас сделаем небольшую паузу, вот на таком, на неприятном, может быть, месте останавливаемся. Хотя с точки зрения правил дорожного движения, это важная информация, чтобы пешеходы тоже знали, что не так все просто. Небольшой перерыв и продолжим встречу с начальником отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД РФ Леберецкая, полковником полиции Ильей Атамановым. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях начальник отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД РФ Леберецкая, полковник полиции Ильей Атаманов. Мы вернемся к 1 сентября. Спасибо, что делаете акцент на этом. В первую очередь, хочу не без чувства удовлетворения сказать, что мы очень хорошо к 1 сентября подготовились. На мой взгляд, и по объективным оценкам, подъездные дороги, пешеходные переходы, освещение, все, что является инфраструктурой дорожной сети, рядом с школьными учреждениями, прошли серьезную ревизию. Все ответственные балансы держателя, областные, муниципальные, все приняли исключающие... Исключительные меры для этого. Я, кстати, сам... Исчерпывающие меры. Исчерпывающие меры. Исчерпывающие меры для того, чтобы привести все в соответствие. Я даже на себе попробовал, что вот эти вот, извините за эту фразу, которая, может быть, не нравится вам в вашем колее, лежачий полицейский, причем вот здесь, вот, недалеко от нас, прям такой огромный, что при всем желании ты физиологически снижаешь скорость, я на себе попробовал, то есть обновили. Знаете, бывает, что такое уже лежачий полицейский, который, в принципе, уже легко можно преодолеть. То есть все эти вещи подновили, просмотрели, увидели. В составе комиссии все это было проверено, в том числе наличие в школах площадок автомобильных, которые позволяют моделировать потом с детьми, как надо себя вести на дороге. И этим активно сейчас первые, особенно, месяцы, недели обучения будут заниматься учителя. Плюс все школы 2 сентября были охвачены вниманием инспекторов. Инспектора во всех школах провели с максимальным охватом детей занятия по безопасности дорожного движения. И дальше в течение года поэтапно всех, до кого не дошли, до всех эта информация будет доведена в популярной форме. Уже сложилась практика, уже инспектора понимают, как правильно все это рассказать. Но, опять же, форма и доброжелательный вид инспектора все равно на ребенка всегда влияют положительно. То есть уже пришел человек в форме, это уже интересно. Его всегда слушают внимательно. Мы это используем. Но это, кстати, потом, когда он уже взрослым станет, тоже будет такой полезный. Он будет вспомнить, что вот был разговор, приходил человек. С 15 августа идет операция «Внимание, дети!». За время операции проведены целевые рейды. Возвращаемся к теме, как довозить детей. То есть рейды были в том числе направлены на то, чтобы выявить водителя, который переводит детей без специального детского устройства. Детского кресла простым языком. Акции в школах были проведены «Засветись», «Зебра», которые направлены были на привлечение внимания о том, как надо двигаться в вечернее ночное время. Про вечернее время хочу остановиться отдельно. Это вот прям такая заключительная, главная тема. Вчера я ехал за рулем. Возвращался домой. Вечером. Прошел дождик. Темно. Подмосковный дождь, да. И вот это значит. У нас сейчас самые опасные месяцы для водителей пешехода наступают. Настолько надо быть внимательным, настолько надо быть расчетливым в выборе скорости и оценке ситуации, что вот лишний раз хочу об этом напомнить. Потому что я еду и понимаю, что если сейчас вот этот чернотуропедок, этот такой расхожий сленг, когда темная дорога бликует, пешеход в темной одежде, для человека и для пешехода это практически вот прям неминуемое столкновение. И у нас есть такие случаи, даже не буду рассказывать их, прям трагические случаи, закончившиеся гибелью. Поэтому, первое, когда у нас вот такая ситуация, вечер, черная дорога, дождь, конечно, надо быть предельно внимательным, снижать скорость. То есть та скорость, к которой мы привыкли за лето, от нее надо отказываться. Второе, очень важное, это касается пешеходов. Хоть что-то светоотражающее должно быть в одежде. Это спасет вам жизнь. Родители, обращаю внимание, у детей также должны быть элементы светоотражающие. Тем более, что сейчас так много одежды всякой, которая уже изначально с ними делается. То есть их не надо даже наклеивать. Да. Ну, есть, конечно, я вот помню после нашего эфира, в прошлом тоже на это акцентировал внимание, но сейчас вот после лета это особенно актуально. Еду вот в современной эти куртке, она вот вроде белая днем, а вечером на нее в свет фар попадаешь, это прям такой, в ответ такой один большой фликер. То есть это хорошая мода для... Безопасная, я бы сказал. Поэтому вот в условиях... Меняющейся погоды вот этой... Демисезонья, да, для водителя и для пешехода это особенно ответственная... Пора. Пора и особенно ответственная пора для родителей. То есть надо понимать, что у нас сейчас быстро будет темнеть, и дети будут возвращаться со школы, позаботьтесь, чтобы в числе прочего в ихней одежде был какой-то светоотражающий элемент. Это очень важно. Ну и водителям, конечно, вот еще тему детей, чтобы уже до конца закончить. Половина тех происшествий, которые произошли в районе с детьми, это внутри дворовая территория. Наша традиционная тема. Это значит, потому что многие дети были в лагерях у бабушек, сейчас... И жарко было, люди сидели дома, да. И позднее время, когда сумерки наступали, сейчас темно, машины плотно припаркованы, дети, выбегающие из-за машины, это большая проблема. И здесь и детям надо напомнить об этом, и водители, которые двигаются на внутридворовой территории, должны об этом очень четко помнить. Прямо это должно быть для них, вот прям они должны понимать, что их скорость должна позволить остановиться не просто, когда они что-то увидят, а в любое мгновение. То есть это должна быть такая скорость. На этом, я считаю, что возвращение к новому сезону, к школе, я думаю, что основные акценты мы сделаем. Да, у нас остается совсем немножко времени, которое я хотел бы, чтобы мы... Что ГИБДД, это же всегда организация, которая инспектирует. Вот что вы сейчас на ближайшее время, осенний сезон, а там впереди зимний, еще один сложный переход, да, от дождика уже к снегу, потом, причем есть ощущение сейчас, что снег может чуть ли не внезапно пойти. Что вот бы вы посоветовали всем водителям еще вот перестроиться с этого такого весенне-летнего сезона на осенне-зимний, уже конкретно водителям транспортных средств? Все простые, советы простые, проверенные жизнью, опытом и... Историями разными, да. Раньше, вот вы знаете, раньше об этом действительно рассказывали в эфирах, печатали в каких-то там... Изданиях, да, за рулем, то есть там было такое, вот мы готовимся к осени, мы готовимся к зиме. Сейчас интернет наполнен этой информацией, но я, пользуясь такой возможностью, действительно заострю на это внимание. Во-первых, как я сказал, мы снижаем скоростной режим, потому что все, другие-другие скорости. Второе. Проверьте резину. За лето она явно поизносилась, и эффект аквапланирования, как следствие невозможности правильного маневра в экстренной ситуации, это вот то, что может действительно создать вам неприятности. Проверяется очень просто. Там на определенной скорости, то есть вот едем по колее, вот этой нашей там накатанной, да, где там лужа, газу добавили, если колеса прокрутились, во-первых, вы знаете, где порог скоростной, во-вторых, вы знаете, что вы не готовы к эффекту аквапланирования с резиной, что-то надо делать. Ну и машинка. Простой, опять же, совет. Дворники, выражаясь простым языком, они же стеклоочистители. Да. Они должны быть как минимум очищены и без разводов, потому что вот эта вот разводка на стекле, это тоже возможность... Неправильного просчитывания ситуации, да? Да, то есть потому что вот есть формулы, они, опять же, есть в интернете, но в среднем надо понимать, безопасная скорость на 60 километрах в такое время суток под дождем заканчивается. И если эти формулы скоростные расчеты принятия решений тормозного пути не будут приводить, но если у вас стеклоочистители будут работать неэффективно, вы в эту формулу уже не попадаете, потому что время принятия решений у вас растягивается. Ну и жидкость, наверное, тоже надо теперь больше будет заливать. Жидкость, наверное, еще рановато, но уже можно запасаться. Если дожди будут, она же будет все равно уходить быстрее, чтобы налкнуть чистить. Поэтому вот коротко все, советы простые, но о них надо помнить. Мужьям рекомендую позаботиться о женах, потому что у них обычно об этих вещах... О женах водителя, водительницах, как теперь говорят. Мужьям о своих женах водителях тоже рекомендую позаботиться, потому что они, как правило, у них больше проблем, чем у мужчин, потому что на них работа, дом и дети. А у мужчин, как правило, только работа, а потом уже, может быть, как пойдет. Ну что, мы завершаем нашу программу. Я думаю, что все услышали, самое главное, понимают прекрасно, что 1 сентября в нашей жизни правда такой переход. Я надеюсь, что где-то ближе к ноябрю мы опять с удовольствием вас пригласим. Будет уже у нас такой переход на зимнюю жизнь. Спасибо всем нашим взрослым телезрителям и бабушкам, и дедушкам, и мамам, и папам еще раз обратить внимание. Кстати, есть возможность еще раз потом записи пересмотреть наш эфир. Элементарные вещи, которые просто иногда мы не делаем, и они могут привести, секунды не пройдет, как может произойти трагедия. Большое вам спасибо. В вашем лице всем коллегам, как всегда, мы передаем удачу, потому что у них-то тоже сейчас сложность начинается, вот этот период темнеет раньше, больше работают. Очень ответственный период. Очень ответственный. Начальник отдела ГИБДД, Межмуниципальное управление МВД РФ, полковник полиции Илья Атаманов был гостем нашей программы «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин